Здравствуйте! В нашем эфире традиционно говорим о главном, а чтобы рассказать обо всем максимально полно, мы стараемся быть в гуще жизни и в центре событий. А сделать это на неделе было просто, ведь жизнь кипит именно здесь, в полях. И рядом со столицей и в глубинке аграрии погрузились в полевые работы, ну а увидеть результаты их труда можно на традиционном белорусском экспо-форуме. Более полутысячи компаний, сотни видов товаров из почти трех десятков стран. Здесь все самое новое из нашей и не только агросферы. Например, вот эта корова, ее зовут Маланка, она победительница конкурса, а в сутки дает более 40 литров молока. Вот там чуть дальше есть уникальная для страны промысловая рыба, полутораметровый веслонос, а еще новые технологии и техника. В общем, все, чем богат сектор, которому все мы очень обязаны. Причем цифры поставок, сборов и продаж не главное. Куда важнее то, что благодаря труду всех аграриев у нас, белорусов, становится богаче наш продовольственный выбор. На неделе в Беларуси не только календарное, но и климатическое лето. Теплое солнце, по которому традиционно скучали, природа и водная гладь, куда традиционно тянет в жаркие дни. На белорусских пляжах вновь многолюдно и даже здесь, на Минском море, наш персональный выбор в плане отдыха тоже богаче. Хотя и есть еще куда стремиться в плане инфраструктуры, но уже и есть из чего выбирать. Кафе, рестораны, лаунж-зоны или вот такая вот прогулка с ветерком на просторном корабле. Что же касается и детского отдыха летом? Ведь раньше казалось, ну что в такую пору предложить юному белорусу? Деревню у бабушки, дачу родителей или марьево городских улиц? А сейчас спортивный, творческий, активный, оздоровительный отдых на любой вкус. Про детские лагеря, обычные не очень, мы также поговорим в программе. В общем, о выборе и выборах сегодня сразу несколько материалов главного эфира. С вами Сергей Гусаченко и Ольга Макей. Но не забудем, конечно, и другие важные темы уходящей недели. С началом жаркого лета вас. Смотрите в программе. Свои интересы надо плюсти. Как торговать, чтобы прибыли прибыла? Вопрос больше, чем на миллион. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их. Ответы, которые стоит услышать. Эфир поднимает только главные темы. Интересное предложение о товарах на экспорт. В материалах о наших общих интересах. Мы разговариваем с нашими белорусскими компаниями, что действительно степень спроса и интереса, она выше. Бизнес Белоруссии в центре внимания. Анализируем причины глобального успеха. Здесь оценивают предпринимателей с точки зрения того, какую ценность они создают для общества. Наш предприниматель в финале престижного конкурса в Монте-Карло. Эксклюзив для главного эфира. Специально для главного эфира. Таджикский тандыр сделан в Беларуси. Новые возможности укрепить дружбу. Минск Душанбе. Шаги навстречу. Народная дипломатия – это здорово. Яркий материал на важную тему. Ура! Их дело – обеспечить варианты отдыха. И они трудятся над этим без устали. Они незаметно учатся, играя, собирая роботов, конструируя, получают очень серьезные знания по физике, математике, механике. Горячие сюжеты в летнем выпуске. Смотри первую часть прямо сейчас. И начнем программу с нефтехимической отрасли. Что мы обычно представляем, рассуждая на эту тему? В первую очередь, конечно, топливо, которым заправляем свои машины. Почему цена выросла на копейку? Насколько качественный бензин или дизель в баке? Будут ли потом проблемы с двигателем? Особо искушенные вспомнят про баррель или бочку нефти, а от ее цены пляшет половина мировой экономики. Плюс те, кто следит за мировыми конфликтами, с легкостью вяжут войны на Большом Ближнем Востоке с резкими взлетами стоимости черного золота. Есть даже поговорка. Нефть, увы, это топливо для политических и военных машин современности. Да, к сожалению, сегодня это один из элементов современной геополитики. А что же данная отрасль значит для Беларуси? Во-первых, нефтепереработка и нефтехимия суммарно зарабатывают каждые 15 рублей из 100 в промышленности. Во-вторых, только на двух заводах, на Фтане и Мозорском НПЗ, трудится около 15 тысяч человек. Для Новополоцка завод вообще городообразующий. Каждая вторая семья так или иначе связана с предприятием. Нефтехимия зарабатывает для Беларуси значительную часть валютной выручки. А это экономика страны, зарплаты бюджетникам, пенсии, пособия. То есть в конечном счете одна из опор реального экономического суверенитета, а за ним и политического. Именно поэтому государство, власть, президент лично так пристально следят за самочувствием отрасли, за ходом модернизации и восстановлением работы после отравления ядовитым сырьем. В пятницу глава государства собрал ключевых участников белорусского нефтехимического рынка в Новополоцке. Обсуждали завершение модернизации только на Нафтане. Она стоит почти полтора миллиарда долларов. И заглянули за горизонт в год 2030. Важна стратегия. Необходимо уже сегодня предвидеть, что будет востребовано миром в будущем. Кстати, такой подход сначала стратегии и расчет, потом инвестиции применяют ко всем отраслям. Лишних денег у страны нет, права на ошибку тоже. Очевидных решений все меньше. Например, вложения в сельское хозяйство и деревообработку были очевидными. Люди через 10 лет будут покупать качественные продукты питания, мебель и натуральные стройматериалы. А в энергетике, автопроме, высоких технологиях, приборостроении все далеко не так очевидно. Отсюда и президентский акцент. Просчитанная стратегия и умная модернизация там, где можно будет заработать через 10 лет. Примеры из нефтехимии и итоги совещания собрал наш политический обозреватель Андрей Кривошеев. Нафтан как первенец белорусской нефтепереработки, город в городе, сопоставимый с Новополоцком и как кластер новых технологий, конечно, поражает воображение. Последние 10 лет в этой области мир сражается и тратит десятки миллиардов долларов, выигрывая всего-то несколько дополнительных процентов к глубине переработки. Нафтан, завершая модернизацию, достигнет 93%. Это лучший мировой уровень, который гарантирует заводу будущее, когда ни скачки цен на нефть, ни электромобили, ни торговые войны уже не смогут остановить ровное дыхание этого огромного предприятия. Последние лет 30 нефть и сложная химия на ее основе демонстрируют незавидное непостоянство. Черное золото то падает в цене до 10 долларов, то взлетает выше 100. Из-за сговора экспортеров, войн, включая торговые твиттов, Трампа и просто слухов на Уолл-стрит. Никакой стабильности. То же самое в нефтехимии. Сначала в моде прожорливый и мощный бензиновый авто. Потом микроэлектрокары и городской электротранспорт. Пластик и синтетика с бумагой и картоном поменялись популярностью уже по три раза. Как в таких условиях строить стратегию и вкладывать миллиарды в считанные проценты глубины переработки? Спрашиваем управленца, который знает ответы. Директор «Нафтана» Александр Демидов, наш собеседник. Для обывателя 1, 2, даже 5, 10 процентов это не очень много. Почему и вы, и мировые компании нефтеперерабатывающие настолько ожесточенно бьются за эти несколько процентов и тратят миллиарды долларов буквально? Все очень просто. Если посмотреть стоимость мазута и стоимость бензина, либо дизельного топлива, то процентов на 50 мазут будет дешевле. Соответственно, математика очень несложная. То количество мазута, которое уйдет, переработается либо в дизель, либо в мазут, дает дополнительный доход для любого приприятия. То есть каждый процент это деньги в конечной стоимости мазута, топлива, бензина? Если большая разница в итоге набегает, когда масштабы переработки 8-9 миллионов тонн нефтепогоды, то, конечно, цифры они очень серьезные. Сейчас у вас до 93 после завершения модернизации. Это много или мало? Как оценить? 20 процентов плюсы, которые глубина нам даст, это серьезные деньги, серьезные экономики для нашего приприятия. Вы вложили огромные деньги уже в модернизацию, по-моему, больше полутора миллиардов долларов, поправьте меня, в две очереди, скажем так. Ну, скажем, основной наш комплекс замедливого коксования, тот комплекс, который мы сейчас сегодня завершаем, да, больше миллиарда. Когда купятся эти деньги? 5-6 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка, срока купаемости по тем методологиям, которые существуют. Один нафтан – это половина промпроизводства всей Витебской области. А потому от равномерной работы НПЗ зависит экономика и жизнь в целом регионе. В 2016 году область просела на 3 процента, после – скромный рост. Отдачу дали модернизированные деревообработка, леную обувь. Но это поручение сверху. Своя же стратегия неубедительная. Последние годы мы, клиент берем Витебской области, все-таки уйти от зависимости таких мощных предприятий, как нафтан и в целом нефтехимического комплекса. Проблемы надо решать, видеть стратегии, за счет чего мы будем первые удерживать 10 людей. Ну тоже малое, среднее, давайте предпринимательство развивать. Условия есть, они пришли, работают, не работают. Надо думать о стратегических каких-то отраслях и предприятиях. В свое время мы начали деревообработку модернизировать, и у вас немало сделали. Вот это стратегическое направление. Но это не ваша придуманная стратегия. Это когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили, не туда деньги вложили. Сегодня деревообработка дает результат в целом по стране. Президента в деталях интересует эффект от модернизации нефтепереработки. На Нафтане это две установки. Первичной переработки нефти и замедленного коксования отходов. Если образно. Первое – это сердце завода. Очищает и распределяет нефть по всему организму предприятия. Второе – аналог лимфоузлов в теле человека. Фильтрует отходы, вытягивая максимум полезного. Обе установки стоят фантастические миллиард триста миллионов долларов. Но были в шаге от катастрофы, когда из России пошла ядовитая нефть, разъедающая даже магистральные трубы. Спрашиваем у гендиректора, как спасли оборудование и как будут отстаивать компенсацию потерь. Горячая тема на слуху – ядовитая нефть. Как вы с ней справились? Очень просто. Мы ее не пустили к себе на завод. Отрубили. Да. Вход. Но потери же понесли из-за недобора, из-за неполной переработки. Конечно, мы были вынуждены снизить объем переработки нефти. Это, конечно, мы недополучили прибыли. И с этим цифрами еще мы разбираемся. Президент вам поручил яростно сражаться за компенсацию этих потерь. Ты коммерсант, ты руководитель предприятия в лице, должен быть максимальный эффект, неважно откуда. Или в производстве, или ты там продал дороже за счет маркетинга, или за счет компенсации, ущерба, который ты получил. Ты ответишь за это. Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы. Надо плюсти. Да, да, нет, нет. Там же дураков нет. Их же не обманешь. Так как и они нас обойти не могут. У нас тоже мозги в голове. Некоторые компании, Татал и другие, они до 800 миллионов долларов предъявляют России ущерб. Но мы больше всего пострадали. А нам говорят, что, ну, это там, белорусы, это они ничего там не потеряли. Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они им платят 800 миллионов ущерба. К примеру. А мы больше всех пострадали, мы на 20 миллионов пострадали. Но ползать на коленях не надо, надо садиться и по деловому решать. Вы готовы? Однозначно, конечно. Мы всегда ставим интересы нашей страны и нашего предприятия. Ситуация на внешних рынках и даже политическая ситуация. Ну, допустим, Соединенные Штаты распечатали свои нефтяные запасы, цена начинает снижаться. Или, не дай бог, начнется очередная фаза конфликта горячего или холодного в Иране. Мы слышали, что после модернизации вы будете застрахованы даже от таких, казалось бы, фатальных рисков. Это правда? Вы знаете, застраховаться от того, что будут определенные колебания, высокие в мире, это невозможно, да? Но вы останетесь на плаву. Потому что факторы, которые влияют на стоимость нефти, их там сотни. Управлять этими событиями невозможно. Ну, естественно, комплекс тех мер, которые мы сегодня предпринимаем, в первую очередь, конечно, это модернизация нашего предприятия. Конечно же, у нас очень много мероприятий по экономии затрат, ну и так далее, и так далее. Их очень много, которые позволяют минимизировать колебания, быть в нашем предприятии на плаву и оставаться как предприятие, которое постоянно будет развиваться. Ценность модернизации не только в защите от некачественного сырья в будущем, но и в глубине переработки. 90% и выше страхуют от мировой аритмии цен на нефть. Ведь рентабельной становится переработка практически любой партии, где бы черное золото не добывалось. Будь то Латинская Америка, Азербайджан с Ираном или Беларусь. Нашу нефть трудно и дорого добывать. Но эти 2 миллиона президент поручает использовать как стратегический ресурс развития отрасли. В Беларусь нефти к этому готовы. Сегодня мы активно ведем добычу нефти в Российской Федерации, в Эквадоре. И с каждым годом добычу наращиваем и работаем по всему циклу не только добычи, но и нефтесервисных услуг, особенно в Российской Федерации, в Украине. Нафтан по габаритам сопоставим с городом Новополоцком. А потому президентскую инспекцию проводят в два этапа. Пешком от установки до операторской, а дальше на городском автобусе. Поездка занимает минут 20. И за это время успевают обсудить и технологический цикл, и технологии конкурентов, и факторы политики. США, России, Китая и Ирана. Но не только. Завод – это трудовой коллектив в 10 тысяч человек. Глава государства, конечно, спрашивает директора о социальных гарантиях людям. Своя поликлиника, мы полностью все 10 тысяч человек обслуживаем. И мы оказываем всю необходимую помощь. Терапевты, хирурги, все остальное. Уже сегодня заключаем договоры в нашей поликлинике. На обслуживание есть город, она приезжает. Не надо сбрасывать социальную сферу. Если руководитель начинает от нее отказываться, значит, человек не переживает за людей. А люди – это главное. О настоящем и будущем нефтехимии продолжают диалог в формате совещания. На повестке – экспорт инновации. Ведь переработка нефти – это не только валютная выручка. Здесь рождаются новые технологии и материалы для широкого пулу смежников. От строительства до парфюмерии. Этим объясняется пристальное внимание президента к отрасли и оценка ее значимости для реального суверенитета. Особенно остро стояли вопросы обеспечения финансирования модернизации. Эти проблемы сегодня решены на одном и на втором заводе. Все остальное зависит от руководства этих предприятий. И все, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100%. Это говорит о важности той работы, которую мы проводим. Я не скажу, что уж суверенитет и независимость нашего государства напрямую и только зависит от работы НПЗ. Но это один из факторов, довольно серьезных факторов существования экономики нашего государства. Читай белорусского государства в целом. Нет экономики, нет государства. Белорусское – синоним качества. Так нашу нефтехимию оценивают за рубежом. Главе государства иностранцы, компании и просто автомобилисты не раз обращались напрямую с просьбой возобновить или увеличить поставки топлива. В условиях торговых войн и передела рынка такой имидж бесценен. Однако даже с таким преимуществом нашим экспортерам часто не хватает амбиции и деловой хватки. Продукт качественный. Но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности, нефтепродукты. Но такая беда у нас и по другим товарам, которые мы производим в Беларуси. Поэтому я и поручил. Прежде всего, вице-премьеры отвечают за ценообразование на внешних рынках и эффективность продаж. И все же главный вопрос на нафтане даже не торговля, а стратегия. Электромобили вытесняют бензин и дизель. От синтетики и пластмасс мир возвращается к натуральным. Дерево, бумаги и картону. Плюс сложная химия. Есть несколько моделей развития в мире. Но сделал ставку не на то, значит, лет через 10 проиграл и свой, и мировой рынок. Отсюда поручение президента до конца года определить и просчитать стратегию отрасли. Оценят ее, скорее всего, уже в Мозоре, где глава государства пообещал побывать в текущем, 2019-м. Что касается Мозорского НПЗ, то у нас глубина переработки до 90%, выход светлых нефтепродуктов должен вырасти до 69%. Это достаточно высокий процент, опять же, который соответствует мировому уровню. Любая поездка президента в регионы не обходится без живого общения с людьми. Это важно, как обратная связь для власти и прямые гарантии для человека труда. Сотрудники «Нафтана» первыми в стране узнают итоги совещания на родном заводе и первыми оценивают будущее предприятия и отрасли в целом. Обеспечение страны углеводородом и топливом я связываю как один из важнейших факторов нашей независимости. Вы видите, как себя ведут наши основные партнеры, старший брат на Востоке, вот этот налоговый, маневр и прочее. Они поставили наше предприятие в очень серьезную ситуацию. И в этой ситуации, и в связи с тем, что огромная волатильность на внешних рынках, цены пляшут мировые от 75, вот сейчас до 60 долларов, цена упала. Завтра может подскочить. Основные игроки Америка, Россия, саудовцы, вы знаете, как себя ведут. То ОПЕК плюс, то ОПЕК минус. Все пытаются свое счастье найти, то ли индивидуально, то ли объединившись. Видите вот эти торговые войны, которые ведутся между, прежде всего, крупнейшими экономиками Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов. Понимаете, в какой ситуации находится Россия, где мы покупаем основное свое сырье под санкциями. Очень непростая и непростая ситуация. Вот во всей этой ситуации нам надо было бы определиться, как будем жить дальше. И, конечно же, здесь много проблем, но одна из основных – дальнейшее функционирование наших НПЗ. Доверие к власти – тоже фактор суверенитета. Отсюда гарантии, завод и впредь не откажется от социальной нагрузки. Да, в рыночной экономике это издержки, но как социальное государство Беларусь продолжает инвестировать в людей и очень аккуратно подходит к приватизации народного достояния. Это неизменная позиция президента. Ни в коем случае нельзя сбрасывать социальную базу, которая у вас есть. Начиная от пионерского лагеря – это все-таки внуки и детишки ваши, поликлиники, больницы, даже общежития. Ни в коем случае. Для завода это небольшая нагрузка. Мы на это идем как государство. Но надо понимать, что главное для нас – это люди. И вот сейчас мы говорим о модернизации. Оборудование лежит, деньги есть, проект известен. Почему не вовремя все это делаем? К концу года должны были закончить. Людей не хватает. Поэтому надо всячески работать на то, чтобы люди, люди, люди удерживать здесь людей. Это не только зарплата сегодня. В следующий раз я побуду на Мозыре. Мы где-то уже к концу года посмотрим, как рынок будет по нефтепродуктам. И, будучи там, мы уже окончательно определимся по дальнейшей стратегии НПЗ двух наших заводов. Если у вас бродит какой-то вопрос или мысль в голове, что мы их тут продадим кому-то за бесценки и прочее, выбросьте это из головы. Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия, да у нас не только стратегические, но и другие, мы продавать не собираемся. Говорят, это почти невозможно приватизировать. Я говорю, да, у нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться. Вы входите в этот список. Почему в нефтехимии считают каждую копейку в цене топлива и как реализуют стратегические решения, принятые на совещании? Наши финальные вопросы к гендиректору Нафтана. Через 10 лет можно себе представить, там, мода на электрокары, газомоторные двигатели в городском транспорте грозят похоронить рынок традиционного топлива, дизельного, бензинного. Как вы с этим готовы справляться? Какая у вас стратегия? Нам поставлен и главой государства сегодня срок до конца года все-таки отработать химический вариант дальнейшего развития. То есть сложная химия? Скорее всего, будет нефтехимический вариант развития, потому что на нашем составе есть полимер, это химическое производство, и я думаю, что мы будущее за этим. Такой стратегический подход впредь будет обязателен для каждого проекта модернизации в каждой отрасли. Сначала стратегии просчет экономики проекта лет на 10 вперед и лишь после инвестиции. Причем бизнес-планирование и ясность, на каких рынках и условиях будет окупаться инновация, это прямая обязанность управленцев. Нефтехимия в этом смысле лишь первая ласточка. В главном эфире качество и глубина нефтехимии. Андрей Кривошеев, Илона Красудская, Новополоцк. А сейчас возвращаемся к главной теме недели белорусского агросектора. Белагра-2019. 29-я по счету международная выставка уже история, причем история, от которой наши производители только в плюсе. В прошлом году аграрии страны наторговались с внешним миром более чем на 5 миллиардов долларов. И именно здесь, на Белагра, происходят не только встречи, активное общение, обмен опытом, но и заключаются многомиллионные контракты. Да и чтобы заявить о себе, к нам стремятся предприятия из самых разных стран. На этот раз сразу 30 новых зарубежных компаний. Ну а что белорусские аграрии получают от этой выставки? Насколько шире станет наша экспортная карта? И когда, наконец, белорусские мясо и молоко будут поступать на российские прилавки без ограничений? Самые резонансные темы наш корреспондент обсудил с новым министром сельского хозяйства Анатолием Хатько. Эксклюзив главного эфира. Белагра 2019. Почти шесть сотен компаний из 29 стран мира. Это же ведь не просто выставка ради выставки, а реальная площадка, где заключаются многомиллионные контракты. О каких цифрах в этом году идет речь и насколько шире станет наша экспортная карта? Уже на 30 компаний больше. И вот мы сейчас сделали обход, смотришь уже на многих стендах, уже написано продано. Мы разговариваем с нашими белорусскими компаниями, что действительно интерес и заключение контракта, оно выше вот этого степени спроса, интереса, оно выше. Поэтому как-то уже сложилось, что в прошлом году порядка 100 миллионов долларов были заключены договора. Я думаю, в этом году должно быть заключение договоров гораздо больше. Это минимум 100 миллионов. Вчера вот такой показательный был пример. Мы с Мозамбика, заместитель министра сказал, вы знаете, я смотрел много техники, но открываешь, когда поднимаешь кафот вашей техники, все понятно. И формат выставки с каждым годом, к ней проявляется доверие. Вот в этом году страны Монголии, страны Индии, стенды. Очень сегодня видим, что к своим стендам подходит и в дипломатический корпус, посольство интересуется. И, конечно, мы параллельно, когда ведем переговоры, общение, мы разварываем обо всем. Сотрудничество, проблема, о том, что, ну, как нам снять ограничительные меры. Несмотря на то, что качество белорусских продуктов питания – это бренд, причем бренд, который признан во всем мире, некоторые партнеры так или иначе ставят палки в колеса и не пускают нашу продукцию к себе на рынок. Все-таки в чем причина и когда вот эти вот овощные и мясомолочные перепалки завершатся? Мы сегодня поставляем свою продукцию в 95 стран мира. Мы сегодня открыты на такой крупный, серьезный рынок, как китайский. По говядине мы входим в 15 стран, которые имеют доступ к поставке говядины на китайский рынок. Это серьезные требования, которые наши предприятия прошли. Это объясняет какую-то ситуацию с качеством или ограничениями. Даже Евросоюз, вот они отмечают, что наши требования гораздо выше, чем в ЕКО, Евразийское экономическое сообщество, выше, чем в Европейске. Сегодня за 4 месяца мы видим, где-то экспорт составит у нас 104%. Ограничения они вводятся и они снимаются. Вот сегодня у нас по дорожной карте, которую мы согласовали с Россией, Госнадзором в феврале месяце, вот на 4 июня у нас открылось порядка снятых ограничений по отдельным видам, там 16-20 предприятий. Мы хотели бы правильно, честно работать. Перебить наше качество вряд ли кому удастся. Это, наверное, уже сложившийся, вот все-таки, товар, сложившиеся тенденции. И когда нас где-то, вот это вот напряжение создается, оно нас только делает сильнее. Пройдет какой-то период, но эти вопросы останутся сами по себе. Но мы будем на порядок выше, на ступень выше других наших конкурентов. Вы реально признан специалист в области племенного животноводства. И сегодня в нашей стране одна буренка в среднем дает около 5000 килограммов молока в год. Но для того, чтобы аграрии безбедно жили и приносили реальную валюту в страну, вот такая вот коровка должна давать минимум 8-9 тонн. Задача непростая, вот какое решение это уравнение? Производство молока напрямую влияет на экономику. У нас 70% структуры составляет выручки продукции животноводства. Тем самым мы, конечно, видим, если немножко сбои животноводства, снижение объемных показателей, это сразу влияет и на экономику хозяйства. И крем, конечно, мы должны сегодня сделать в растеневодстве. Особое внимание все-таки уделить растеневодству с той целью, чтобы заготовить качественные корма. Погодные условия сегодня дают такую возможность. Конечно, области должны учесть все-таки опыт и недостатки прошлого года, чтобы все-таки не допускать повторения таких вот ситуаций. Что касаемо порядка в агросекторе, все-таки, наверное, здесь имеет место быть больше хозяйскому такому подходу. В некоторых моментах это проседает. Вот ваш министерский подход к решению этой проблемы? Мы должны сегодня сработать на то, чтобы на упреждение ситуации. Не сама цель наказать, не сама цель сделать обострение. Цель для того, чтобы сформулировать мотивацию людей работать. Мотивация эта, конечно, будет заключаться в денежном выражении. А теперь о планах на кровать 2019. Засушливое начало весны, местами очень дождливый даже заливной май. Все-таки на какой урожай мы можем рассчитывать в этом году? Посиная прошла в сжатые сроки. По перезимовке озимых, конечно, культура у нас сложилась такая вот, что восточная часть нашей республики пришлось произвести пересев. Мы пересеяли яровыми техническими культурами. Но в целом виды на урожай, вот мы сегодня уже видим здесь демонстративные поля, и Нива хлеба, показывают, что должны мы быть с хлебом. Республика уже последние 20 лет не знала, что такое дефицит хлеба, не знает, что такое дефицит продуктов. И мы все делаем, наши аграрии делают действительно все для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Спасибо за беседу. Спасибо. Ну что ж, труженики села обеспечивают продовольственную безопасность не только внутри страны, о чем говорил министр. Например, наш аграрный сектор сейчас успешно заполняет прилавки других стран. Беларусь уже давно серьезный игрок на рынке мировом. К примеру, по поставкам творога и сыра наша страна вошла в четверку мировых экспортеров. Об этом в 90-е и не мечтали. Новое поколение, конечно, не помнит. А я еще застал то время, когда в магазинах на полках было пусто, а цены за год вырастали в десятки раз. Да, и тот же сыр был невероятным дефицитом. Сейчас об этом молодые ребята знают из рассказов родителей. И новому поколению действительно трудно представить, что так когда-то жили их родные. О том, как менялась жизнь беларусов и какие сейчас есть возможности у нашей молодежи, рассказывает проект, посвященный 25-летию основного закона страны Конституции и Институту президентства. Мы пригласили 10 молодых людей из разных сфер. И уже их глазами посмотрим на историю Беларуси. Итак, «Ровесники независимости» в главном эфире. «Ровесники независимости» Как рассказывала мне моя мама, например, у них была какая-то сумма. Например, ее бы хватило условно на какой-то стол письменный. Через неделю эту сумму не хватило бы даже на хлеб. Люди имели какие-то определенные сбережения и старались их вложить в какие-то вещи, чтобы эти вещи потом остались им надолго. Вот, например, у меня с собой сегодня такая брошь. Мама рассказывала, что она покупала ее в старом здании железнодорожного вокзала в городе Минске. Там был, как художественный салон, там продавали серебро, золото, украшения. Очень ей хотелось какое-то такое украшение вложить в свои средства, которые имеются во что-то стоящее. Сейчас, например, приходишь в магазин, тебе есть что выбрать, из чего выбрать. И продукты питания, и какая-то одежда, и обувь во времена распада Советского Союза. Конечно, было тяжело. Были пустые полки, и были огромные очереди, была инфляция. Конечно, интересно, как было раньше. Всегда нужно сравнивать, как было, как есть, чтобы мы понимали, что мы живем в прекрасной стране. Ну а теперь посмотрим в будущее. Беларусь взяла курс на развитие IT-сферы и внедрение инноваций в производство. А все разработки должны быть под надежной защитой. Об этом на неделе говорили в Минске белорусский лидер и Фрэнсис Гарри, гендиректор Всемирной организации интеллектуальной собственности. Для информации, в 2018-м на продаже интеллектуальной собственности, на патентах, лицензионных и других договорах, Беларусь заработала около 65 миллионов долларов. А за 4 года мы практически утроили эту цифру. Всемирная организация делает на Беларусь серьезную ставку. Им интересен наш опыт. Кроме того, Минску доверяют. А потому в планах проведение здесь крупнейших международных мероприятий в этой сфере. Кстати, на неделе в столице уже состоялся масштабный форум. Между прочим, впервые на просторах СНГ. Минская площадка собрала специалистов из Беларуси, Армении, Казахстана, России, Турции и Украины. А главный эфир пообщался с Фрэнсисом Гарри и подробно расспросил его о месте белорусских новаций в международной системе. Кстати, обязательным пунктом его визита в нашу страну стало посещение парка высоких технологий. Потенциал белорусского IT-кластера в Восточной Европе очень хорош, как и условия, созданные в республике для развития бизнеса в сфере высоких технологий. ВАИС – одно из старейших специализированных учреждений системы ООН. Здесь создаются условия для инноваций и охраны прав на объекты интеллектуальной собственности во всем мире. Площадка объединяет 192 государства – это более 90% стран мира. Наше сотрудничество с организацией началось в 1967 году. Членом ВАИС Беларусь стала спустя три года. Господин Гарри, спасибо, что нашли время записать это интервью. Я знаю, что это ваш первый визит в Беларусь. Не могли бы поделиться первыми впечатлениями от нашей страны. Спасибо большое. Я очень впечатлен вашей столицей. Поверьте, я побывал во многих столицах мира. Минск – один из самых чистых и красивых. Мы благодарны Беларуси за приглашение и за то, что вы поддерживаете все начинания нашей организации. И в целом, в стране, и в частности, на уровне президента. У нас на этой неделе состоялся личный разговор с Александром Лукашенко. Приятно видеть его вовлеченность, его осознание, насколько важны инновационная деятельность и защита интеллектуальной собственности. Сейчас мы видим большую конкуренцию в области информационных технологий. Ну, раз мы уже заговорили об информационных технологиях, какова тенденция патентования международных изобретений именно в области блокчейн, информационных технологий. Я думаю, что вы в курсе, что Беларусь выбрала путь именно по направлению к IT-стране. С 2015 года мы начали получать заявки, которые касаются искусственного интеллекта. И с каждым годом таких заявок все больше и больше. Такая тенденция продолжится. Сегодня есть проблемы, в частности, технологии бигдата. Скажем, кто должен быть их владельцем? Эти вопросы нужно обсуждать сообща. Нам интересен в этой связи опыт ПВТ. Нам интересен опыт Беларуси. Мировые тренды, робототехника, блокчейн, искусственный интеллект основаны на информационных технологиях, где ваша страна на очень хорошем счету. Как бы вы обозначили роль Беларуси в большой всемирной структуре? И насколько нашим странам по пути? И вот насколько мотивирует, что ли, делать более уверенные шаги в этом направлении? Меморандум о взаимопонимании со Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности, которая подписывается на этой неделе с правительством Беларуси. У нас очень хорошо выстроено сотрудничество с Беларусью. Этот меморандум – это продолжение нашей совместной работы. Сфокусируемся на более конкретных вопросах. Например, что касается разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности, взаимодействия на международной арене. Одно из преимуществ вашей страны – это кадры. Да, у вас небольшая численность населения, но доля хорошо образованных специалистов впечатляет. Пусть у вас немного природных ресурсов, но сегодня не менее важен человеческий капитал. Вы действительно можете зарабатывать на интеллекте. Рынок интеллектуальных продуктов в Беларуси на подъеме. В прошлом году зарегистрировано более 3000 объектов промышленной собственности. 62% – это товарные знаки, более 20% – изобретения. Остальное – промышленные образцы, новые сорта растений и интегральные схемы. Кроме того, объемы инвестиций, которые приходят в нашу страну, свидетельствуют о привлекательности белорусского рынка для зарубежных компаний, а также об эффективно работающей системе защиты интеллектуальной собственности. Ежегодно поступает порядка 5000 международных заявок на регистрацию товарных знаков и изобретений от иностранцев. Благодаря сотрудничеству с ВАИС в Беларусь создана современная национальная система охраны объектов интеллектуальной собственности. Можно составить такой небольшой рейтинг? В каких сферах наибольшее количество патентов? Я бы сказал, информационно-коммуникационные технологии бесспорно номер один. Это очень обширная область, которая включает и искусственный интеллект, робототехнику и другие направления, цифровые технологии, базы данных. Сегодня эти направления в лидерах. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть отживленность среди стран Азии в вопросе защиты интеллектуальной собственности. Это новая тенденция. Инновационная активность перемещается с запада на восток. Скажем, 30-40 лет назад эта ситуация была совершенно иная. Тогда лидировали европейцы. Сейчас время Азии. Это Китай, Япония, Корея тоже важный игрок. Вскоре к ним подтянется Индия. В прошлом году число заявок, поданных в рамках договора о патентной кооперации, превысило рекордную отметку в четверть миллиона. Видим рост заявок и на товарные знаки, и на промышленные образцы. Впервые более половины всех международных патентных заявок, которые поступили к нам, поданы изобретателями из стран Азии. Русский язык. Каковы его перспективы при введении дела производства по заявкам на интеллектуальную собственность? Прорабатывается этот вопрос в организации? Мы мультиязыковая организация. Русский – один из языков ООН. Он широко используется. Наша цель – сделать общедоступными все сервисы, которые мы предоставляем. В том числе и в части патентования, охраны товарных знаков, промышленных образцов. Да, мы сейчас активно в этом направлении работаем, чтобы удовлетворить интересы русскоговорящих стран. Инновации – это одна из сфер, которые сегодня наиболее тесно связаны с бизнесом. Все самые успешные начинания современности так или иначе связаны именно с высокими технологиями. И здесь Фрэнсис Гарри абсолютно справедливо заметил. В цене нынче не только и не столько природные ресурсы, а человеческий капитал. И заработать на интеллекте можно не меньше, чем добывая из недр черное золото. По крайней мере, нефть ведь рано или поздно закончится, а экономика 21 века все настойчивее, требует инноваций и нестандартных решений. В бизнесе без них точно никак. И вот в историю успешного предпринимательства планеты вписана очередная белорусская страница. В эти дни в Монако, уникальном месте, где календарь происходящего просто забит событиями мирового масштаба, от музыкальных фестивалей до Формулы-1, чествовали и белорусский бизнес. В финал престижного международного конкурса предприниматель года пробился и наш бизнесмен Владимир Ленев, победитель национального отбора. Более 60 стран и 10 тысяч компаний боролись за звание лучшего. В финале лишь 48 участников. Победитель уже объявлен, им стал представитель США. Сейчас на связи из Монте-Карло наш корреспондент Андрей Лаптенок. Андрей, добрый вечер. Как принимали белорусского участника? Добрый вечер, Минск. Невероятное чувство гордости за Беларусь. Только представьте, 45 миллиардов евро. Общий оборот компаний, которые здесь представляют национальные победители. 160 тысяч сотрудников работают в этих компаниях. Абсолютно разные индустрии. От производства продуктов питания до производства игрушек. Очень сильный крен к технологическим компаниям. Не хочу никого обидеть. Все, кто сюда приехал, участвовал в этом конкурсе, абсолютно достойны находиться здесь. Но просто невероятный успех имел белорусский представитель Владимир Ленев. История, в которой финансовый успех и завидная репутация за рубежом стали закономерным следствием дела, которое его родоначальники сочетали с социальной важностью. Владимир Ленев – изобретатель, ученый, физик, ядерщик, в портфолио которого более сотни изобретений вместе с супругой, кстати, тоже физиком, ядерщиком и коллегами, поставили технологичность на службу медицине и безопасности. Их инновационное оборудование помогало в постчернобыльской Беларуси контролировать загрязненность продуктов питания, диагностировать серьезные заболевания, обеспечивало безопасность в крупнейших аэропортах мира, на самых престижных спортивных форумах, таких как Чемпионат мира по футболу в России. Это хорошо выстроенный бизнес и построен он в Беларуси. Однозначно могу сказать, наши предприниматели в никакой мере не хуже и ничем не уступают своим собратьям из других стран. Конкурс важен, молодежь смотрит на тот успех, который достигают наши предприниматели. Это их стимулирует к тому, чтобы двигаться к новым целям, уходить в бизнес, а развивать предпринимательство нужно. Если посмотреть на экономики лучших, самых развитых стран, то именно предприниматели имеют самый высокий процент в ВВП этих стран. Я рад приветствовать всех участников, которые сегодня собрались здесь, в Монако. Большой привет Беларуси! У вас креативные люди, вы действительно способны создавать уникальные вещи. И вместе с вами мы делаем этот мир лучше. А вот мнение белорусского предпринимателя, его оценка участия в конкурсе. В этом, скажем так, соревновании, я не знаю, в конкурсе изначально каждый год участвует не менее, чем 10 тысяч компаний. И в какой-то степени, конечно, любые страны, большие, маленькие, они все равно представлены одной компанией. Мы из Беларуси, где 10 миллионов, Китай, где полтора миллиарда, там, Гонконг, где 10 миллионов, Соединенные Штаты, где ну, в 10 раз больше, там, в 20-30 раз больше. Тем не менее, я скажу следующее, и это подчеркивается организаторами. Здесь приехали победители 48 стран. В конкурсе, опять-таки, участвовало 10 тысяч компаний, 135 городов. Но победили, ну, вот, те, кто здесь присутствует. Это, пожалуй, и главный вывод. Глобальное мероприятие, которое представляет компания EY Ernst & Young, входящая в большую четверку мировых лидеров, в сфере аудита и консалтинга, выбирает лучших по всему миру. 60 стран, 10 тысяч компаний, но победить есть одинаковые шансы у всех. Остается пожелать белорусским предпринимателям удачи в будущих состязаниях. Ровно через два года здесь, в Монако, пройдет очередной этап конкурса «Предприниматель года». Надеемся, что новая история успеха из Белоруссии попытается покорить этот непростой бизнес, Алим. Коллеги. Это главный эфир. Двигаемся дальше. Смотрите во второй части программы. Казахстан вступает в новую эпоху. Не забывая связей, проверенных временем. Что касается международных наблюдателей, конечно, белорусы есть, и они очень представлены. Мы следим за выбором нашего союзника и говорим о первых его итогах. Специально для главного эфира «Таджикский тандыр» сделано в Беларуси. Новые возможности укрепить дружбу. Минск-Душанбе. Шаги навстречу. Народная дипломатия – это здорово. Яркий материал на важную тему. Ура! Их дело – обеспечить варианты отдыха. И они трудятся над этим без устали. Они незаметно учатся, играя, собирая роботов, конструируя, получают очень серьезные знания по физике, математике, механике. Горячие сюжеты в летнем выпуске. Яркие краски во второй части. В начале второй части нашего летнего главного эфира поговорим о теплых отношениях Беларуси с центрально-азиатским партнером – Таджикистаном. Перспективы торговли и не только звучали во Дворце независимости в начале недели. Сейчас страны реализуют проекты согласно дорожной карте. Документ рассчитан до 2020 года. Как выполняются договоренности, Александр Лукашенко обсудил с послом этой Среднеазиатской республики в Беларуси. В приоритете сотрудничества – производственная кооперация и сельское хозяйство. В Таджикистане сейчас работают представительства более полутора десятков белорусских брендов, в основном машиностроительные отрасли. На рынке представлены МТЗ, МАС, Амкадор, БелАЗ и Гомсельмаш. Осенью этого года планируют запустить совместное предприятие по переработке молока. Залог большой перспективы сотрудничества между государствами – открытый и честный диалог между его лидерами. В прошлом году Александр Лукашенко в Душанбе бывал дважды. На минувшей неделе президенты общались и на саммите ЕАЭС в Нурсултане. Вскоре с ответным визитом в Минске ждут им Амали Рахмона. Ожидается, лидер Таджикистана прилетит в Беларусь на несколько дней накануне закрытия вторых европейских игр. Мы ждем его приезда. Он побудет в Беларуси. Я его просил об этом. Пусть познакомится ближе с нашей природой, с нашей страной. Она отличается по природе от вас. У вас больше гор. У нас их, к сожалению, нет вообще. Хотя и места у вас есть такие, как у нас в Беларуси. Что настораживает, что у нас произошло некоторое падение товарооборота. И над этим надо МИДом нашим поработать и правительством, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами. Ну и активнее выходить на рынки третьих стран с нашей совместной с вами продукцией. Кстати, плоды сотрудничества в будущем можно будет попробовать благодаря садам дружбы. Это инициатива двух президентов. Первые саженцы винограда, яблони, черешни и абрикоса уже укоренились на Брещене и Гомельщине. На Могилевщине вскоре появится сад грецкого ореха. А в Таджикистане вырастет белорусская черешня. Съемочная группа агентствователей новостей решила выяснить, а что еще из Таджикистана отлично прижилось на белорусской земле. Оказалось, у нас много общего. Даже в узорах орнаментов двух государств искусствоведы находят схожие черты. И ключевые цвета, использованные в государственной символике, флагах, тоже одинаковые. Красный, зеленый и белый. В регионах Синекой живут и работают около двух тысяч выходцев из Таджикистана. И наш корреспондент Надежда Сербиненко, вот она, погрузилась с головой в народную дипломатию. И не только узнала секрет тандыра, но и отправилась на прием к хирургу-стоматологу из Таджикистана. Сюжет с азиатским колоритом в популярном блогерском стиле. Прямо сейчас. Беларусь и Таджикистан. Минск и Душанбе. Между двумя столицами двух государств четыре с половиной тысячи километров. Мы находимся в разных частях света, но, как оказалось, общего у нас немало. Попробую найти Таджикистан в Минске. Первая точка, куда мы отправились за таджикским колоритом – Комаровка. Чтобы... Наши таджикские кухни показали белорусским народам. Бахлуджон Додобоев, младший из трех братьев, уже 12 лет живет в Минске, занимается бизнесом. Основной доход приносит продажа свежей выпечки. Кто вы по профессии? Юрист. Ну, юристом, я так понимаю, не работаете. Да, юристом не работаю. Ну что, сейчас попробуем настоящую таджикскую выпечку. Ее здесь максимально много. Больше трехсот видов. Что советуете попробовать, кстати? Выпечка, которая с творогом. Ну-ка. Только из печи. Что за тесто, расскажите? Закваска. Это его, допустим, сегодня мы изделием. Чуть-чуть оставляем на завтрашний день, потом в завтрашний день перемещаем вместо крови. Булочка максимально вкусная. Мне кажется, что если я буду есть слишком много булочек, то я скоро не буду помещаться в кадр. Пойдем сейчас смотреть настоящий таджикский тандыр. Никогда не видела. Насколько быстро можно сделать лепешку и сколько она должна провести в печи, по правилам? Ну, максимум за 20 минут уже и готова будет. Вообще, вы долго учились делать тандырную лепешку? Минимум три года надо научиться. Смотрите. Да, вот складывается. Здесь, около тандыра, очень-очень жарко. А в тюбетейке так и подавно. Специально для главного эфира таджикский тандыр сделано в Беларуси. Но не тандыром единым. Знакомство с таджикской культурой я продолжу в национальном костюме. Женщины в горячей азиатской стране носят длинные платья-рубахи, курта-чакан и шаровары. И, конечно, тюбетейка. К слову, любимые национальные цвета у нас схожие. Наши флаги одних цветов. Одних цветов. Я тоже заметила, когда я только сюда переехала. И не только флаги. Ваш орнамент очень похож на наши орнаменты национальные. Мне это было всегда очень интересно. Это национальный костюм, как правило, обязательный наряд для наших невест. И шьется оно по-разному. Современные модельеры очень много преподнесли сюда своих каких-то деталей. Раньше они шили с длинными рукавами и так далее. Во всей Беларуси живет несколько тысяч выходцев из Таджикистана. Все трудятся в разных сферах. Торговля, промышленность, образование и медицина. Здесь, в 11-й городской больнице, мы нашли еще одного Таджика. Его зовут Белоу Додобоев. И он клинический ординатор кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ. А вот и он. Добрый день. Добрый день. Ну что, сделаем мне быстрый осмотр? Обязательно посмотрим. Сейчас вашу липку. Хорошо. В основном, какие операции вы проводите? В основном я операции проходим остеосинтези, удаление, то есть опухоль. Я окончил Белорусский государственный медицинский университет в 2015 году. Я очень люблю свою профессию, нелегкую профессию. Стараться надо очень много читать. Белорусский диплом очень ценится, все мир знает. То есть Белоруссия дает очень хорошее образование. У нас скотируется между двух сторон. Как бы вы характеризовали таджикских студентов? Это очень дисциплинированные люди. Они просто молодцы. Хоть ими трудный, сложный вуз. Почти полтысячи студентов таджиков получают высшее образование. И академические ученые степени в БНТУ. Это будущие архитекторы, инженеры, экономисты. Мы придумали такую схему с таджикскими партнерами в разных направлениях. В учебном процессе, в воспитательном процессе, в научном исследовании. И пять лет назад создали совместный факультет с таджикским техническим университетом имени академика и семьи. На этом факультете занимается 400 человек. У нас сейчас пятый курс, все ребята, которые учатся на архитектурном факультете. Некоторые планируют достаться на магистратуру и здесь найти себе работу, потому что им тут понравилось. А некоторые уезжают на родину. С дипломом белорусское образование у нас работу найти будет очень легко, потому что образование выше и за границей европейское образование. Короткий лингвистический ликбез. Таджикский язык, эта парсидская группа вообще сложный язык. Привет, меня зовут Надя. Мы с ребятами решили немножко хайпануть и станцевать под главного поп-короля Таджикистана. Надежда Сербиненко и Виталий Селявка в главном эфире. Хватало на этой неделе и политического колорита в мировых международных контактах. Дубль-2 по приглашению Елизаветы II президент США Дональд Трамп снова посетил Великобританию. На сей раз с первым государственным визитом. Все три дня журналисты пристально следили за соответствием протоколу, жестами, мимикой, высказываниями и, конечно же, твиттером Трампа в ожидании горячих новостей. И ждали, похоже, не зря. Пока американский лидер только подлетал к острову, мэру Лондона уже прилетело. Острое высказывание из твиттера Трампа. Президент США назвал Садика Хана ужасно плохим и жалким неудачником. Дословная цитата. Вот такая уже обычная дипломатия по-трамповски. Впрочем, жители Лондона в обиду мэра не дали, а Трампу и подгузник надели, и на унитаз усадили, не забыв при этом вручить ему телефон с открытым твиттер-аккаунтом. Вот как это выглядело, если честно, довольно забавно. Видимо, именно так британцы видят рождение острых высказываний в социальной сети американского лидера. Раньше такое и не снилось небу Лондона. Впрочем, сам президент США как раз-таки не очень внимательно следит за тем, что чуть дальше экрана смартфона. В очередном сообщении на своей твиттер-странице он написал, что не заметил никаких протестов, а наоборот, почувствовал поддержку. За эти три дня чего только не было. Не зря происходящее назвали карнавалом сопротивления. По красной ковровой дорожке в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит дефилировала не Мелания, а кот Ларри. По улицам британской столицы разгуливали клоны президента США. На пути переговоров летали неопознанные объекты. А пользователи британских соцсетей, заметив подозрительную схожесть образов Мелании Трампа и принцессы Дианы, затеяли философскую дискуссию об уместности такой исторической отсылки. Вообще, калейдоскоп люксовых образов и количество бриллиантов в очередной раз напомнили британцам. А гости-то, американские миллиардеры, успела оценить стиль американских гостей и плавно дефилирующая за пределы политического подиума Тереза Мэй. «Ты можешь сделать карьеру и любить одежду», — говорила экс-премьера-министр Британии, претендовавшая на звание самого стильного политика королевства. Но в главном политике как-то с самого начала не задалось. И Брексит действительно оказался жесткий, но в первую очередь по отношению к ней самой. Вот уже оставлен пост лидера консервативной партии и совсем скоро станет вакантным и кресло премьера. А процесс выхода из ЕС приостановлен. На что еще претендовала и чем запомнилась уходящая в слезах свинцовая леди, расскажет Мария Петрашко. Ее встречали как новую железную леди, а провожают без сожаления, с сарказмом и всю в слезах. Только Лондон слезам не поверил. Многолетняя как сериал эпопея с проводами «Подальше от престола» на этой неделе завершилась отставка премьер-министра Великобритании. Но еще накануне холодный май для Мэй ознаменовался лирическим заявлением о том, как она старалась, уважала и любила свою страну. Но, как говорят, если любишь, отпусти. Я вскоре покину свой пост, но это было огромной гордостью для меня. Я вторая женщина-премьер-министр в истории Британии, но абсолютно точно не последняя. Я выполняла свою работу, не имея злого умысла, с бесконечным уважением и любовью к своей стране. Любила ли выпускница Оксфорда Тереза Мэй саму политику, страну или свой статус? Задаются вопросом и в британских СМИ, и в социальных сетях. Дочь священника до сих пор уважающая церковные каноны. Как не поверить, что всем двигало стремление помочь людям. Но почему-то все три года правления свинцовой леди сопровождались недоверием и проблемами. Словно излюбленные громоздкие украшения на шее Мэй, незаконченные дела и неисполненные обещания по Брекситу потянули на дно ее репутацию, авторитет и политическую карьеру. Ведь если верить Конституции Великобритании в Палате общин, премьер-министр должна управлять большинством. Управилась ли вторая женщина-премьер? Я сказала, что готовлюсь с этой должности раньше, чем намеревалась. Трижды соглашение Терезы Мэй по Брекситу отвергалось британскими парламентариями, то есть даже однопартийцами. А в ее кабинете министров массово объявляли об отставке. И вполне закономерно первый год правления завершился многотысячными митингами и слезами Мэй от обиды. Но железные леди не плачут. По словам близких, она мечтала быть первой, но Маргарет Тэтчер ее опередила. Такова история. Я думаю, ее запомнит как человека, который очень много работал, был преданным государственным служащим и действительно был увлечен будущим этой страны. Чем на самом деле запомнится Тереза Мэй своим потомкам? Возможно, тем, как подарила отличный карт-бланш своему преемнику, кем бы он ни был. А может быть, политическими и не только реверансами, которые сейчас особенно жарко обсуждают в сети, превратив экс-премьер-министра в настоящий мэм. А может быть, гибкостью в культурной дипломатии. Явно не травоядно. Цвет настроения консервативной партии – синий. И преданность ей она тоже выражала в цветовой гамме костюмов. Хотя были и реверансы в сторону негласного цвета республиканцев США – красного. И как иронично смотрелись случайные отсылки. Например, образ, который СМИ сравнивали с формой стюардессы аэрофлота на встрече с Владимиром Путиным. И дабы немного разукрасить, не кажущийся малиной будни премьер-министра, фирменный оттенок губной помады – именно малиновый. Однажды на вопрос, какое издание вы бы взяли с собой на необитаемый остров, Тереза Мэй ответила – журнал «Вок». Уходя с политической арены острова обитаемого, что же экс-премьер-министр Великобритании возьмет с собой, помимо любви и уважения к своей стране? Ведь, как известно, чтобы что-то забрать, нужно что-то привнести. Удалось ли это за три года? На этой неделе вместе с британской нацией пыталась вспомнить Мария Петрашко для главного эфира. И еще о переговорах Трампа, которые породили нечто даже большее, чем просто фейк. Новость о казни пятерых северокорейских дипломатов вызвала эмоции и резонанс во всем мире. Написала об этом консервативная южнокорейская газета, как бы со ссылкой на анонимные источники. Якобы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын велел расстрелять в аэропорту по прибытии на родину после провального саммита с президентом США Трампом в Ханое, спецпредставителя КНДР по США и еще четверых переговорщиков. Эта информация шла в контексте рассказа о борьбе за власть среди политической элиты Северной Кореи в момент, когда Трамп и Ким Чен Ын пытаются вести переговоры о ядерном разоружении на Корейском полуострове. Спустя несколько минут после южнокорейской публикации информацию растиражировали международные новостные агентства. Затем история оказалась в американских СМИ. Одно из первых сообщил о ней New York Times. А независимый, как он сам себя называет, канал Белсат успел разродиться целым сюжетом на эту тему. Да вот беда, кое-кто из расстрелянных чиновников вскоре появился на публике рядом с Ким Чен Ыном. Кстати, даже после сообщения о поддельности скандальной информации со своего сайта Белсат материал не потрудился удалить. Там в броском заголовке дипломаты все еще расстреляны из-за Трампа. Тоже, кстати, повод поговорить о журналистской этике. Да, новости из Северной Кореи пользуются повышенным спросом у читателей. Проблема в том, что зачастую они ложные. Проверить сложно, значит, можно сочинить. Или додумать и провести параллели. Побольше громких эпитетов и экзотические, и трагические новости стабильно обеспечат хорошее количество просмотров. В еще одной азиатской стране сегодня состоялась важнейшая политическая кампания. Тут уж ничего сочинить не удастся. В Казахстане проходят выборы президента. За выше государственный пост борются семь кандидатов. Это представители четырех политических партий и трех общественных объединений. Среди претендентов действующий лидер Касым Жамартакаев. Он является очевидным фаворитом гонки. И именно его поддерживает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Интерес к этой избирательной кампании проявляют сегодня не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами. Освещать президентские выборы приехало рекордное количество иностранных журналистов. Более двухсот репортеров из сорока стран. От человека, которого граждане страны выберут главой государства, зависит многое. В том числе и развитие дальнейших отношений с Белоруссией. Как проходила кампания, кто не претенденты на главный пост в одном из самых крупных государств Центральной Азии. И наблюдатели из каких стран приехали в Нурсултан. Ответы на эти вопросы узнаем у нашего международного обозревателя Ольги Давидович. К этим президентским выборам в Казахстане без преувеличения приковано пристальное внимание. Причем не только на всем постсоветском пространстве, но и на Западе, и на Востоке. Ведь назначались они внепланово, а борьба за кресло оказалась достаточно интересной. Власти страны сделали все возможное, чтобы в кампанию могли участвовать все желающие кандидаты. Представители любых полей политического спектра. И количество кандидатов рекордное. А значит, эта предвыборная гонка самая конкурентная в истории независимого Казахстана. Причем только у одного из семи претендентов был предшествующий опыт участия в выборах главы государства. Без малого 10 тысяч избирательных участков работали сегодня в Казахстане. Еще 64 участка за рубежом. В том числе и в Белоруссии, Минске и Бресте. Всего в избирательные списки были внесены почти 12 миллионов человек. Явка была высокой. По данным ЦИК, более половины казахстанцев сделали свой выбор уже к обеду. Хотелось бы, чтобы в этом году и вообще в последующих годах Казахстан процветал, усиливался. Среди тех, кто сейчас в правительстве, есть много людей, которые имели возможность получить достойное образование. И я надеюсь, что они будут служить своему народу всем сердцем, с чистыми намерениями, что они будут работать усердно и справедливо. Социологические опросы в преддверии выборов и опросы на избирательных участках интриги не обещали. Действующий президент Касым Жамар Такаев, официальный преемник первого президента Нур-Султана Назарбаева и продолжатель его политической традиции, должен уверенно подтвердить свой статус. Действительно, Такаев представляет правящую партию Нур-Атан, Святотечество, и в своей предвыборной платформе опирался на интересы общественной коалиции, сложившейся вокруг евразийских идей Назарбаева. Программа состоит из трех блоков и называется, соответственно, «Благополучие для всех», «Преемственность», «Справедливость», «Прогресс». При этом в своей программе Такаев не боялся говорить о самых болезненных проблемах казахстанского общества, которые до сих пор так и не удается решить. Отток работоспособного населения за рубеж, высокая коррупция, низкая доступность социальных услуг. Первое – это молодежная политика. Это так называемые жизненные стартапы, или, как сейчас принято говорить, социальные лифты. Мы должны показать нашей молодежи, что в Казахстане имеются все шансы, хорошие шансы для того, чтобы самореализоваться. Особый интерес представляют кандидаты, которые соревновались за второе и третье места. От их результатов во многом будут зависеть итоги парламентских выборов 2021 года. А значит, и политический ландшафт республики в среднесрочной перспективе. Есть общенациональный лидер оппозиции Амиржан Касанов, который 20 лет в оппозиции. И, честно говоря, я в первый момент, когда узнал, что он допущен до выборов, я был очень озабочен. Это очень серьезный конкурент. И это делает, кстати, очень большую честь и Касанжамарту Такаеву, для которого это первая президентская избирательная кампания. И я лично уверен в победе кандидата от власти Касанжамарта Такаева. Авторитет у него очень большой в народе и в обществе. Вне зависимости от того, какое место на выборах займет кандидат от партии Акжол Дания Испаева, в казахстанскую историю она войдет как первая женщина-кандидат в президенты. По образованию она экономист и в политику пришла из банковской сферы. Ее главный козырь – гендерный вопрос, ведь 52% населения Казахстана – женщины. К слову, сама Испаева высоко оценивала свои шансы, а соцопросы и прочее – третье место. Наши граждане приводят своих детей. Они приходят с пожилыми людьми. И они подают пример своим детям. Эти выборы проходят хорошо. В будущем у нас большие надежды. У кандидатов есть цели, которые они поставили перед собой, для себя. Поэтому я думаю, что после выборов они получат шанс их реализовать. Всего за выборами в Казахстане следят свыше тысячи наблюдателей. В том числе 866 от 9 международных организаций и 147 от 41 иностранного государства. В том числе и от Беларуси. В целом, говорят наблюдатели, голосование на всех территориальных комиссиях проходит спокойно. Каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Активность людей, заинтересованность казахстанцев в выборах нового президента не может не радовать. Это говорит о том, что и преемственность политики, и развитие политики Казахстана будет в надежных руках. От того, кто после выборов получит мандат доверия всего народа Казахстана, зависит и дальнейший курс страны на мировой арене, а также выстраивание отношений с другими государствами, в том числе и с Беларусью. Преемственность курса гарантирует сохранение того уровня отношений, который был выработан ранее, и их дальнейшее развитие. И обе наши страны уже долгие годы близко экономические и политические партнеры в этом объективно заинтересованы. Товарооборот за 2018 превысил 900 миллионов долларов. Рост на 30%. Более того, сеть белорусских предприятий в Казахстане включает свыше 40 компаний. Отмечен и рост инвестиций. Впрочем, главное, что связывает государство – это дружба. Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими, всегда будут добрыми. И я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях. Я недавно принимал вашего посла. И я ему прямо сказал о конкретных направлениях, серьезных направлениях, где мы можем продвинуться. По последним данным, которые приводит ЦИК Казахстана, явка на выборах составила почти 80%. МВД заявляет, что не зафиксировало серьезных нарушений общественного порядка. Сейчас идет подсчет голосов. Он должен завершиться не позднее, чем через 12 часов после закрытия участков. Центр избирком подведет окончательные итоги до 16 июня. Победителем будет признан кандидат, набравший более 50% голосов избирателей. За ходом президентских выборов в Казахстане следили Ольга Давидович и Дмитрий Толюк для главного эфира. От политической эстафеты власти к нашей, уже, наверное, традиционной, но такой важной, спортивной эстафете. На этой неделе пламя мира вторых европейских игр начинало свой путь в Бобруйске. Дореволюционная архитектура исторического центра города, мемориалы и старинные храмы. Одна из главных достопримечательностей – Бобруйская крепость. А потом по маршруту предприятия по производству шин и цеха старейшего производителя кондитерских изделий. Ощущение гордости, что выбрали меня, что я имею возможность присутствовать на таком большом празднике. Я в этих местах вырос. Любимые конфеты у меня – это зефир Бобруйский. Следом за Могилевским эстафету принял Гомельский регион. Здесь несколько сотен километров по маршруту Золотого кольца Гомельщины, промышленным гигантам и дворцово-парковому ансамблю. По пути старинные усадьбы, дворцы и даже нефтяные вышки. Ура! Сегодня мы еще стали на один шаг ближе ко вторым европейским играм. Только в день прибытия живой коридор по маршруту следования пламени составил 8 тысяч человек. В южном регионе огонь европейских игр поднимали на 40-метровую высоту смотровой башни. И даже прокатили на легендарных белорусских комбайнах. Гордость! Гордость! Почетная, конечно, миссия! Спасибо! Я очень благодарна, что я нахожусь сейчас здесь, на этом предприятии замечательном. Я счастлив! Меня переполняет гордость! Никогда не думал, что буду нести вот этот огонь в пламя мира. Только побед! Конечно, спорт это сложная штука. Я к спорту отдалек от спорта, но буду болеть всей душой. Вперед, Беларусь! В целом огонь европейских игр по региону пронесут более 40 человек. В числе факелоносцев Леонид Гейштер, Мария Мамашук, Илья Митько и наш коллега Евгений Перлин. Я вспоминаю рассказы интервью людей, которые участвовали в Олимпиаде 80, когда проходила Олимпиада, собственно, здесь в Советском Союзе, тогда еще. И с какой гордостью сейчас люди об этом рассказывают. Для меня, наверное, это такое событие, которое, если бы я упустил, для меня было бы большим сожалению. Это событие реально крутое. Посмотрите, сколько народу приходит на праздники. И это все еще объединяет. Это классно. На юго-востоке Беларуси огонь пробудет до 10 июня. Завтра факел встретят в финальной точке Гомельской области, Мозыри. В тот же день эстафету торжественно передадут уже Минской области. В целом пламя мира преодолеет 7700 километров. Маршрут завершится на столичном стадионе «Динамо», где и дадут старт вторым европейским играм. Кстати, с большой долей вероятности можно сказать, что следующие третьи игры пройдут совсем недалеко от нас. Заявку уже оформил НОК Польши, который готов провести соревнования в Кракове и других городах малопольского воеводства. Новость, как мне кажется, рекомендована к прочтению отдельным журналистам, телеграмм и ютуб-блогерам, работающим как раз в Польше, на белорусскую аудиторию. Европейские игры в Белоруссии они в своих ресурсах заклеймили напрочь. Мол, не нужны никому, пустая трата денег, ноль в плане имиджа и дальше в том же духе под едкими хэштегами. Ну вот, Варшава свое решение приняла, заявка подана и что-то не видно острых выпадов в польскую сторону. Будем верить в последовательность молодых, но, кажется, чересчур субъективных представителей интернет-сообщества. Я согласен. Кстати, свыше ста белорусских спортсменок на вторых европейских играх поборются за медали. Возможно, чемпионками станут и героини проекта агентства теленовостей «Женщины и спорт». А пока главный эфир представляет заключительную серию третьего сезона проекта. Зрители увидят легендарную личность не только для белорусского спорта, но и для мирового. Это четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Белова. В эфире «Беларусь-1» спортсменка предстанет в разных ипостасях. И как легенда спорта, профессор, общественный деятель. И как супруга народного артиста, композитора Валерия Иванова. Кстати, автора гимнонационального олимпийского комитета. Специально для программы «Женщины и спорт» Елена Белова выйдет на подиум и сыграет в бильярд с дочерью Ольгой, чемпионкой Беларуси в этом виде спорта. Между прочим, история великих побед спортсменки Белова привела ее и к чести зажечь огонь вторых европейских игр в Риме. Смотрим анонс. Там, где сила граничит красотой, а движение изящное. И попадая точно в цель, они покоряют сердца миллионов. Это лучшие спортсменки страны. И легенды спорта. Но в первую очередь они – женщины. И у каждой своя история. В телевизионном проекте «На Беларусь-1» и «Беларусь-5». Женщины и спорт. Елена Белова. 10 июня. На «Беларусь-1». В здоровом теле – здоровый дух. С этим не поспоришь. И Беларусь сделала ставку на создание возможностей для всех желающих заниматься спортом, будь то футбол, хоккей или бег. Кстати, в этом году в Минском полумарафоне примут участие 40 тысяч человек. Более чем из 50 стран мира. Напомню, заявку подать может каждый, а не только спортсмены. Такие планы главному эфиру во время съемок проекта озвучил председатель Белорусской Федерации Легкой Атлетики Вадим Девятовский. Успехи белорусского движения полумарафона отмечили на международном уровне. В доказательство тому серебряный лейбл, который недавно получил Минский полумарафон. А это престиж страны и туристическая привлекательность. А что такое для белорусов здоровый образ жизни? И какие возможности для занятий спортом есть абсолютно для каждого? Об этом новая серия проекта «АТН» на контроле президента. Не еле-еле, а ЗОЖ на деле, чтобы здоровый дух был в теле. У нас в стране здоровый образ жизни, ну это уже потребность. Времена года меняются, здоровый образ жизни продолжается. Сейчас сезон роликовых коньков именно. Зимой фигурные коньки. ЗОЖ как инвестиция в собственное здоровье. Активный отдых, это круто. От маленьких полезных привычек до больших побед над собой. Не только ЗОЖ, но и спорт. Сохраняем здоровье сегодня, чтобы не работать на аптеку завтра. У спорт и жизнь, а жизнь прекрасная. Здоровью людей внимание на государственном уровне. Здоровье нации – это забота не только медиков, но и каждого из нас. Без физической активности, занятия спортом. Не будет здоровых детей, здоровых людей, здоровой нации в целом. Оздоровительная тема. ЗОЖ. В проекте «На контроле президента». В среду. После панорамы. Здоровье нации – это в первую очередь здоровье подрастающего поколения. На неделе начали работу детские оздоровительные лагеря. Планируется, что в этом году в них отдохнут 390 тысяч детей, в том числе приедут и школьники из-за рубежа. Так, первая смена юных туристов уже прибыла в оздоровительный лагерь «Зубрёнок». Это гости из Сирии. Всего же в белорусском Артеке отдохнут дети из семи стран. На минувшей неделе стало известно, что заветные путёвки также получат школьники из Китая за счёт фонда президента Беларуси. И это отличный подарок по окончанию учебного года. Ведь летние каникулы в лагере все, кто пробовал на себе, вспоминают с особым трепетом и ностальгией. Зарницы, казаки-разбойники, спортивные игры и, конечно, танцы. Всё это и в отпускном наборе современных школьников. Но есть и особенности. Так всё больше и популярностью пользуются смены в IT-лагерях или там, где ребёнка могут подтянуть по иностранным языкам или профильным предметам. О науке отдыхать расскажет Александр Лучонок. Летний отдых вдали от дома в компании ровесников актуален и в 21 веке. Правда, формат, каким он должен быть, немного трансформировался. С шахматами, вышибалой, казаками-разбойниками нынче в детских лагерях конкурируют абсолютно новые игры, но и в то же время те, которые мы когда-то знали. Азарт юности и соревновательный темп подогревают интерес к военному ремеслу. Зорница — это не только марш-браски, в корне новые знания. Вот так один из будущих защитников Родины практически по уставу докладывает. Мы выиграли. Мы бегали там, искали что-то. Пришли первые. Лидерские качества, умение работать в команде, как в прямом, так и переносном смысле брать инициативу в свои руки. Современные игры — это в первую очередь осмысленный подход к досугу. Сейчас мы больше проводим, скажем так, популярные квест-игры, называемые анимационные квесты, викторийные квесты. Практически в каждом детском лагере, а их по всей стране открыто больше 6 тысяч, есть спортивные отряды. Тут уж точно игры разной масти. Футбол, волейбол, баскетбол — выбор просто активного отдыха. Для одних, для других — открытые перспективы. Моей одной подружке нравится мальчик, который играет в футбол. Ну, кличка Единорожка. Она даже из-за него боится выйти. Но сколько его зовем, к ней не идет. Не хочет. В детских лагерях школьники проходят все этапы взросления. И действительно, первая любовь, дружба, новые встречи порой чересчур трогательно играют на чувствах ребят. Новое поколение более уязвимо и восприимчиво, подчеркивают и специалисты. Проблемы все уникальны, индивидуальны. Мы стараемся найти подход во всех планах. Свой уклон на воспитание и развитие, в том числе и психологического плана, мы ставим на личностный рост, на индивидуальность ребенка. В прошлое постсоветское пространство, конечно же, воспитывали детей в несколько другом плане. Впрочем, некоторые традиции передаются из поколения в поколение. Страшилки после отбоя, дежурство по кухне и, конечно, танцы по вечерам. По зубной пастой машется друг друга? Да, конечно. Походы, игры в индейцев, конкурсы на лучшую стенгазету, вызов времени приняли и не перестали быть актуальными. Я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходило стуга. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре. Подобный формат отдыха предлагают и сегодня. Живут отдыхающие в кемпинговых палатках по несколько человек. Учатся добывать огонь, играют на гитаре и даже пусть и ненадолго находят ту самую ноту гармонии вдали от технологий. Сколько вы без телефонов здесь можете прожить? День, два, а то и больше. Что, потом тянет уже, да? Да. Помогают направить детскую энергию в нужное русло профессионалы. Каждое занятие под пристальным контролем. Сперва инструктаж, проверка снаряжения и только затем самое сложное, чтобы забраться на эту высоту. Даже по первым впечатлениям требуется немало усилий. Кстати, если говорить откровенно, в детстве на шпагат я садиться не умел. Посмотрим, получится ли этот навык у меня развить на этом тренажере. Упражнения в веревочном парке не только на растяжку, еще на ловкость и выносливость. К тому же укрепляют не только силу, но и дух. И помогают бороться с собственными страхами. Отдых в детских лагерях нельзя было бы назвать в полной мере разносторонним без интеллектуальных развлечений. Изучение иностранных языков, методик кройки шитья и киноприятия. О, еще какой! О друге Вертере из кинофильма «Гости из будущего» мечтал каждый советский школьник. Нынешнее поколение грезы родителей сделало реальными. Как раз в этой секции кропотливо трудятся над роботами. Рука прогресса, можно сказать, дотянулась и до детских лагерей. Мы ставим вот эти датчики, чтобы переводить в мотор полностью все на компьютере. Мы делаем программу. Я хотела собрать робота, который бы помогал людям и всегда делал все, что они просят. Бабушкам, чтобы он полностью помогал, ну, помогал, привозил все, подавал. Свои двери для школьников открыли и IT-лагеря по всей стране. Большой список наук здесь на выбор. Скорочтение, ментальная арифметика, благодаря которой дети в уме учатся складывать трехзначные числа и, конечно, программирование. Курс на IT-державу дети активно поддерживают, по сути, и учатся, и играют. Сейчас образовательная робототехника подается детям в виде конструктора лего, то есть лего-эдукейшн. Это воспринимается именно на ура. Учат общаться в детских лагерях не только на языке программирования, но и на языке танцев. Хотя бы дарил круче. Иностранцы тоже знают, какой он летний отдых в Беларуси. Регулярно наши курорты посещают гости из-за рубежа. В Зубрёнке, например, за все время побывали школьники из более чем 40 стран. География постоянно расширяется. Однако есть и завсегдатые. Вот с ребятами из Сирии у белорусских школьников уже настоящая международная дружба. Мне очень нравится у вас в стране. Здесь очень гостеприимно встречают, добродушные люди. С ребятами из Беларуси мы понимаем друг друга с полуслова. Общаемся на английском. Кстати, это ещё и хорошая практика. Очень надеюсь, что когда-нибудь сюда приеду снова. Время здесь идёт быстро. Действительно, часы бегут как минуты. Поэтому на летней смене, наверное, дети учатся главному. Ценить и беречь время. И наслаждаться каждым моментом вместе. Ведь детство уходит быстро. А в летних лагерях оно живёт всегда. Если рядом, беда и все вдруг тяжело, обликать живой деревянный друг. В главном эфире Александр Лучонок, Андрей Христин и Максим Курош. Лето, конечно, прекрасная пора, но со своей стороны мы не можем не напомнить. Берегите себя и своих детей. На улице, на даче, у водоёма или в лесу везде в это время года именно дети требуют удвоенного внимания. И главный рецепт действительно хорошего отдыха не оставлять их без присмотра. И всё-таки мне кажется, что лучший вариант это летние лагеря. Я в этом ещё раз убедилась после этого сюжета. Это отдых и для детей, и для родителей. И в конце программы вспомним о том, почему это лето будет особенным для всех нас и о детях, которых должен знать каждый. Цена победы, будь то спорт, жизненная цель или война, бывает слишком высокой. Именно такую высокую цену заплатили за белорусское мирное небо. Возможность для нас с вами заниматься любимым делом наши герои-победители. Агентство теленовостей в канун 75-летия освобождения Беларуси погрузилось в историю и в целом ряде документальных проектов реконструировало уже немало фронтовых страниц и жизни реальных людей, чьи имена носят улицы, школы и чьи дневники, медали, письма и фотографии белорусы передают через поколения. Во вторник на Беларусь-1 стартует новый проект «Незабытый подвиг». От некоторых сцен откровенно бежит по телу дрожь, ведь в кадре дети войны. Их знали пионеры всей большой советской страны. Их ставили в пример. А в последнее время задались вопросом, а не выдумка ли это советских идеологов. Авторы фильма провели собственное расследование, изучили документы и свидетельства очевидцев. Здравствуйте, дорогие мамочка и папочка. Мы живы и здоровы. Чего я вам желаю. Это была не первая попытка отравления в офицерской столовой. И мы прощались, и там столько было крику, столько было плаку. Вот такой получилась эта информационная неделя. Итоги следующие подведем через 7 дней. С вами были Ольга Макия и Сергей Гусаченко. До встречи. Счастливо. Продолжение следует... Счастливо. Продолжение следует...